не забудь подписаться и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день а сейчас пристегивайся садись поудобнее и мы начинаем может ли мудрец разозлиться 6 января 1991 года добро пожаловать к как мы себя называем в группу никого потому что когда вы уйдете отсюда вы будете неким если вы хотите кем-то быть то попали не в то место мы здесь куча никого сколько человек здесь первый раз пожалуйста не пугайтесь того что вы услышите я не лектор я не философ я не проповедник мы все здесь одна семья некоторые семьи не очень счастливы и так мы одна большая семья мы одно большое мы одно я хочу поблагодарить вас за подарки на рождество и праздник ханаки еврейский праздник очень непривычно быть в лос-анджелесе раньше я никогда не принимал то что мне дарили но с тех пор как я попал в лос-анджелес все изменилось в любом случае спасибо сегодня утром кто-то позвонил этого человека сейчас нет меня попросили поговорить детально вопросе который глин задал на прошлой неделе у него был такой вопрос может ли разозлиться реализованный человек мудрец или джняни я коротко затронул эту тему я был очень краток немного сказал об этом кто-то по каким-то причинам хотела чтобы я рассказал об этом подробно это интересный вопрос люди злятся поэтому когда вы достигаете самой реализации остается ли у вас чувство злости ярости или гнева такой вопрос обычно задают ищущие или ученики преданному это не важно когда вы задаете такой вопрос то спрашивайте с точки зрения ажняни есть разные ответы это очень парадоксально это напоминает мне то время когда меня инициировала самореализацию парамахамса йогананда мне было 17 лет это было до того как я поехал в индии повидаться с раманой махарши во время инициации я стоял на коленях йогананда положил свою руку мне на голову и сказал роберт ты обещаешь любить меня несмотря на то что я делаю несмотря на то что ты думаешь или видишь что я делаю я засомневался и подумал что он собирается делать он собирается кого-то убивать и хочет чтобы я любила его несмотря ни на что тогда я понял что у меня нет ответов и сказал да только после двух или трех месяцев проведенных вместе с ним я понял что он имел ввиду он реагировал по-разному на разных людей с разной натурой это было на рождество в то время йогананда жил с монахами в анзенатисе я помню как один монах подошел к нему и спросил мастер могу ли я навестить свою семью на рождество я уеду на две недели йогананда сделался очень милым и сказал конечно можешь ты должен повидаться со своей семьей они скучают по тебе поезжай хорошо проведи время и возвращайся через две недели затем пришел кто-то другой склонился перед ним на колени и сказал мастер могу ли я поехать повидаться со своей семьей на рождество йогананда пришел в ярость и стал кричать на монаха он сказал как ты смеешь задавать мне такие вопросы зачем тебе навещать свою семью они не хотят тебя видеть конечно же тебе нельзя ехать не задавай дурацких вопросов возвращайся к себе в комнату это была дилемма один и тот же вопрос ответы разные в результате я осознал что йогананда был способен читать человека он точно знал что происходило он не мог давать один и тот же ответ двум разным людям он осознавал что у первого человека была любящая семья и у него высокая самооценка поэтому неважно куда поедет этот человек его сердце всегда находится в истине в реальности у боги а у второго человека была низкая самооценка йогананда чувствовал что сила мая будет его затягивать обратно в этот мир материальность того что есть и может быть этот человек даже не вернулся бы поэтому он дал такой ответ точно также с ответом на вопрос который задал гвен иногда мудрец притворяется для пользы преданных учеников или ищущих это необходимо помните случае с иисусом и меня вами иисус по-видимому очень разозлился когда вошел в храм и увидел как торговцы продаю свой товар на ступени храм он перевернул стол и сказал как смеете вы это делать в доме отца моего и прогнал их всех кажется что он тоже очень разозлился но так ли это когда говорится о мудреце джняни по общему мнению они трансцендентны они вышли за пределы у них нет эго не осталось личности кто злится это эго может злиться ум если его ум не остается как можно разозлиться истинный мудрец джняни на самом деле никогда не злится поскольку у него нет механизма для этого это как в истории джин монахи который пришел к мастеру и сказал мастер я все время злюсь ничего не могу с этим поделать что я должен делать мастер вынул свой меч отрубил ему голову и сказал посмотрим как ты разозлишься сейчас и монах просветлел его голова вернулась на свое место и он стал реализованным нет никого чтобы злиться подумайте о себе у вас есть эмоции вы злитесь у вас происходят разные психологические процессы откуда они появляются почему они есть вы должны спрашивать себя почему я злюсь почему у меня появляются эти эмоции почему я позволяю своему уму думать дальше своего носа я отвечаю за свою собственную жизнь вот как вы должны разговаривать с собой если у меня есть все эти негативные эмоции как я могу функционировать в этом мире я обвиняю других я вижу недостатки в других я всегда осуждаю я всегда критикую прав ли я даже если кажется что я прав то я не прав я не прав просто потому что я не понимаю вселенную обычно я злюсь когда что-то не складывается как я хочу мир мир не вращается так как я хочу поэтому я критикую осуждая потому что считаю что нечто должно быть таким а не другим я считаю что люди должны делать одно а не другое я считаю что этот человек должен быть таким а не другим почему я так считаю вот как вы должны разговаривать собой что вам не делает меня таким что это за сила это сила это какое-то существо я держим кто же ее в действительности кто я с таким тяжелым характером с такой злостью по мере того как вы будете вопрошать кто я то начнете фокусироваться на я кто я что такое это я я всегда говорю я я злой я разочарован у меня дурной характер если бы этого я не было не было бы никого чтобы испытывать все что я упомяну что является источником я на самом деле проблема не в характере или беспокойстве или депрессии проблема это я проблема возникает у я а не у меня следовательно секрет в том чтобы растворить я уничтожить я я рассуждаю что если я уничтожена не останется никого чтобы иметь эту проблему как мне растворить я просто исследуя откуда появилась я мне снился сон я просыпаюсь и говорил мне снился сон я пробужден и говорю теперь я бодрствую я в депрессии я говорю я в депрессии всегда есть я такое рассуждение покажет что все ваши проблемы привязаны к я злость характер не имеют значения кажется что значение имеет я тогда откуда появилась я кто его породил кто ощущает я опять я всегда я кто я что является источником я держась за я и отслеживая его до источника вы его растворяете она исчезает само по себе и так вы исследуете каждый раз когда у вас есть проблема вы должны задавать вопрос кому это приходит неважно сколько проблем у вас появляется неважно что именно вас беспокоит насколько серьезно может выглядеть проблема в вашем уме метод всегда один и тот же кому это приходит почему это приходит ко мне мне это тоже что и я вы держитесь за это мне или за я не нужно концентрироваться на я вы концентрируетесь на источнике я но вы должны держаться за я так как вы держитесь за веревку вы спускаетесь вниз до конца веревки каждый раз говоря себе кто я или что есть это я вы идете все глубже и глубже внутрь себя глубже и глубже в забыть ее в пустоту в вакуум когда вы повторяете кто я то начинаете отождествляться с промежутком между мыслями промежуток между кто я становится все больше и больше неожиданно вы обнаружите глубокий покой который захватывает вас покой который превосходит все понимание это не тот покой который вы знали до этого он другой это покой который захватывает вас полностью и вы теряете телесное сознание он не имеет отношения к вещам в этом мире это блаженный покой вы останетесь в этом состоянии в этот покой включается чувство бессмертия без использования слов вы просто знаете я никогда не рождался и никогда не умру это так будто бы вы проходили обучение в университете пять лет и уверен в этом вы просто знаете что все хорошо и все разворачивается так как должно нет ничего неправильного вы чувствуете себя чудесно вы стали собой вы не стали кем-то другим вы стали собой естественном истинном я это ваше настоящее я это чувство никогда не покидает вас она всегда с вами работаете вы ли спите или ничего не делаете это глубокий покой это любовь это чувство бессмертия никогда не покидает вас возникает вопрос кто рождается кто умирает и приходит ответ никто у существования нет причины вы просто это знаете раньше вы отождествляли с материальным миром материальный мир был для вас реальным но сейчас вы просто осознаете что стали самой бесконечностью вы осознали факт того что вселенной не существует вам что-то говорит что вселенная существует словно сон вот и все когда вам снится сон вы обнаруживаете себя во вселенной вы летите на самолете готовите еду едите убиваете занимайтесь любовью делаете разные вещи все это происходит в вашем сне она кажется реальным если к вам кто-то приходит и говорит что вы спите вы отказываетесь ему верить потому что сон кажется очень очень реальным затем вы просыпаетесь и возвращаетесь в состоянии бодрствования которое является еще одним сном так или иначе вы осознаете все те вещи одновременно и никто больше не сможет вам сказать что этот мир реальный вы не можете это объяснить потому что нет слов чтобы это описать вы просто знаете вы также понимаете что в этом мире сне нет ничего что может причинить вам вред или сделать вас несчастным вы смотрите на мир как на оптическую иллюзию кажется что он есть но его нет следовательно вы перестаете реагировать на людей места или вещь потому что если вы реагируете то отождествляетесь с миром сном на самом деле вы не перестаете реагировать внутри вас больше нет того что позволяет вам реагировать вы отделились от этого относительного мира вопрос почему вы должны хотеть быть таким ведь для обычного человека это звучит так будто вы становитесь балкливым идиотом вы больше не являетесь частью этого мира поэтому вы должны задать вопрос о чем весь этот мир этот мир мир постоянных изменений посмотри на мое тело я уже не тот человек который был 10 или 20 лет назад я полностью поменялся я старею и рано или поздно тело умрет для чего я работаю почему я делаю все это каждый день почему я так озабочен этой жизнью этим человеком или тем человеком ситуации в мире я ничего не понимаю это и есть начало божественного неведения вы осознаете что вы не знаете что есть что например вы смотрите на дерево вы не знаете что такое дерево дерево является очевидным для вас оно просто есть и люди называют это дерево они могли бы называть это собака кот но они называют это дерево откуда оно появилось что появилось первым семя или дерево и это тайна вы не знаете вы смотрите на паука собаку кота что они здесь делают откуда они появились какова их цель вы понятия не имеете что есть что и вы понятия не имеете что есть вы поэтому больше не порицаете не ненавидите не осуждаете не ищите недостатки не пытаетесь кого-то изменить вы оставляете мир в покое вы оставляете в покое людей вы все оставляете в покое и продолжаете работать над собой что вы делаете со своей жизнью как вы сегодня прожили вашу жизнь какие мысли были у вас какие чувства эмоции у вас были вы должны с чего-то начинать вместо того чтобы отождествляться со своими эмоциями проблемами начинайте постепенно меняться задавая вопрос кто я у кого есть эти проблемы не важно как долго это длится время и пространство не существует кажется что не существует вы уже осознали чтобы они говорили чтобы они причинили кому-то другому как бы они действовали все возвращается к вам почему потому что есть только одно истинное есть только 1 истинное я я поэтому то что я даю вам то что я забираю вас то что я причиняю вам я причиняю это себе если я ненавижу вас, я ненавижу себя. Проблема в том, что мы не видим результаты сразу, поэтому думаем, что нам это сходит с рук. Все всегда возвращается к вам обратно. Скажем, вы карманник, воруйте у людей. Вы находите кошелек с пятью тысячами долларов и говорите «здорово, что я заполучил». Вы это оправдываете, говоря «это богатый человек, ему это не нужно». Вы переезжаете в Канаду, покупаете новый дом, находите работу. Проходит 10 лет. Это обманчивость времени и пространства. Кажется, что время есть, но это не так. Все на самом деле происходит мгновенно, но время кажется реальным. Поэтому проходит 10 лет, у вас новый дом и новая работа. Однажды вы приходите домой и обнаруживаете, что ваш дом в огне. Все ваше личное имущество, которое вы так любили, сгорело. Когда вы проводите инвентаризацию, то видите, что нанесенный ущерб равен пятью-десятью тысячам долларов. Все вернулось, но другим путем. Когда мы это понимаем, то перестаем играться в игры и принимаемся за духовную работу. Мы забываем обо всех этих человеческих качествах и начинаем осознавать. Моя истинная природа – это сознание. Я есть абсолютная реальность. Я есть чистое осознавание, конечное единство. Это моя настоящая природа. Даже если прямо сейчас я этого не чувствую, но я буду работать над собой непрерывно. Даже если на это потребуется 10 миллионов жизней, я буду усердно работать над собой и делать то, что нужно, пока не стану свободным. Все остальное – это не ваше дело. Теперь давайте споем вместе «Шири Рам, Джей Рам, Джей Джей Рам». После пения Роберт продолжает. После этой беседы я задаю вопрос. Злится ли мудрец? Что вы скажете? Так только кажется. Вы на верном пути. Это зависит от того, кто видит. Это зависит от того, что вы видите, где вы находитесь. Это не имеет никакого отношения к мудрецу. Это имеет отношение к тому, где находитесь вы. Это как старый буддийский вопрос. Если вы видите, как развивается флаг на ветру, это ветер движет флаг или флаг движет ветер? Какой ответ? Это ваш ум движется. Точно, так и есть. Точно также со всем остальным. Если вы видите, как злится мудрец, это все изобретает ваш ум. Вся Вселенная, является проекцией вашего ума, как и все, что вы видите. А что по поводу автобуса, который едет по улице? Я просто цитирую то, что я слышал. Вы стоите перед автобусом. Где вы это слышали? Я где-то это слышал, не знаю где. Я уверен, что это классика. Я уверен, что все это слышали. Реален ли автобус? Вы знаете, что произойдет, если вы стоите перед автобусом или машиной? И что произойдет? Реальность сотрет вас. Физический автобус уничтожит вас. То есть вы говорите, что реальность сотрет вас. Позвольте мне спросить. Скажем, вам снится сон, и в этом сне вас сбивает на смерть автобус. Вы стерты? Я не говорю о сне. Но скажем, вам снится сон. Во сне, да, во сне вас сотрет, но на следующий день вы проснетесь и будете помнить этот сон. А что по поводу того, когда вы проснетесь от этого? Проснусь от чего? От этого мира. Я не об этом. Я говорю о физической реальности. Я тоже об этом говорю. Если бы я попал в ваш мир, Найт, скажем, вам снится, что вот-вот вас собьет автобус, а я появляюсь во сне и говорю. Найт, это сон. Этот автобус не убьет тебя. Вы мне скажете что-то подобно тому, что вы говорите сейчас. Роберт, ты сумасшедший. Посмотри, автобус вот-вот меня собьет. Мне нужно убраться с дороги, иначе я погибну. А затем вы просыпаетесь. Однако вы знаете, о чем я говорю? Я не хочу начинать. Послушай, а кто тебе сказал, что нужно становиться перед автобусом? Я просто говорю, что если вы переходите дорогу и не видите автобус, или видите слишком поздно, он сбивает вас. Вот что я говорю. Но если вам снится сон, происходит та же ситуация. И вы там говорите так же, как сейчас. А потом вы просыпаетесь. Я не говорю обо сне. Я знаю, что вы говорите о том, что есть настоящий сон и настоящий. Вы уверены в том, что ваше тело реально, точно так же, как в том, что вам снится сон. Вы ваше тело? Если бы кто-то хотел меня ударить, я бы почувствовал это. Точно так же, как и во сне. Если я во сне вас ударю, вы тоже это почувствуете. И вы будете со мной разговаривать точно так же, как вы разговариваете сейчас. Но потом вы проснетесь. Поэтому причина моей беседы сегодня в том, чтобы дать вам возможность проснуться и увидеть, что это сон. Ладно, я соглашусь с этим. Я это не отрицаю. Так в чем вопрос? Вопрос – это отрицание. Что? Вопрос – это отрицание. Он просыпается, поэтому возник вопрос. Нет, я не просыпаюсь пока. Знаете, у меня такое чувство, что я выставляю себя дураком. Нет, это не так. Для меня нет. Тогда продолжим дальше. Это очень просто. У вас тоже чувство, что и когда вас будет от того, что вы называете сном. Вы проводите между ними различия. Во сне вы на следующее утро просыпаетесь. Но если вас сбивает автобус, если вы проснетесь, то будете в больнице. Нет, вы не проснетесь. Вы еще не проснулись, но вы проснетесь. Итак, что происходит с мудрецом, если его сбивает автобус? Тело размазывает. С мудрецом ничего не происходит. Происходит то, во что вы верите. То, что вы видите, то и происходит. Для мудреца это ничто. А вы что-то видите. Поэтому, что вы видите, то и получаете. Но очевидно, что тело погибнет, но не мудрец в теле. В реальности нет тела, чтобы погибнуть. Будет такая видимость, которая погибает. Это для Джняни есть видимость, что есть тело. Для Джняни видимости нет. Вообще нет видимости. Тогда он растворил мир. Где мы находимся, то мы видим. Поэтому, когда некоторые мудрецы умирали от страшных болезней, а их ученики рыдали и причитали «Посмотрите на себя, вы чахнете». Мудрецы просто смеялись. Нет никого, чтобы чахнуть. Никого вообще нет. А разве они не могли бы иметь больше состраданий к своим ученикам и перестать чахнуть, чтобы не волновать их? Они не заинтересованы в этом. Вы хотите сказать, что мудрецы не имеют сострадания к своим ученикам? Ведь их сердца разрываются от боли в виде учителя больным. Мудрец понимает, что именно так ученики учатся. Шоком. Для кого-то это может быть и состраданием, умирать таким образом. Видите ли, правда в том, что ошибок не бывает. Вам это кажется ошибкой. Но в реальности ошибок нет. Нет ничего неправильного. Тогда для вора это не ошибка украсть 50 тысяч долларов. Если вы смотрите на это с относительной точки зрения, это карма для обеих сторон. О, конечно, есть убийца и жертва. Они оба связаны. Да. И тот и другой должны пройти через этот опыт. То есть человек, у которого воруют, является частью игры. Верно. Но когда вы пробуждаетесь, то понимаете, что никто не играет. Ничего не происходит. Все это видимость, будто бы вы смотрите кино. В кино есть начало, середина и конец. Затем вы идете домой. Также у вашей жизни есть начало, конец и середина. А потом вы идете домой. Но если вы пробудетесь до конца жизни, то будете пробуждены во время нахождения в теле, так сказать. Но вы всегда дома. Вы всегда дома. Обрыв в аудиозаписи. Потом Роберт продолжает. Психиатр не может вас спасти. Все, что может сделать психиатр, это сделать вас нормально. Как все остальные. Поэтому ни один психиатр или психолог на самом деле никогда никому не помог. Кажется, что они помогают какое-то время. Но потом у людей появляются проблемы еще хуже, чем были до этого. Проблема никогда не заканчивается. Почему? Кто может мне сказать? Пока есть эго, будут проблемы. Правда. Вы все рассматриваете с точки зрения проблемы. Таким образом, вы вообще не можете разрешить проблему. Вы должны все рассматривать с точки зрения себя, как сознания. И отслеживать я. Осознавать, что я есть, то я есть. И все проблемы растворятся. Нельзя разрешить проблему, если думать, что она реальна. Конечно. Никогда не пытайтесь решить проблему проблемой. Под проблемой я имею в виду, когда вы используете свой ум, чтобы решить проблему. А ваш ум – это сплошная проблема. Когда ум становится тихим, спокойным, безмятежным, умиротворенным, проблем нет. Только когда ум активный, кажется, что появляются и исчезают проблемы. Что вы думаете? Возможно, есть два разных суждения, двух разных снов. Сон номер один равен сну, а сон номер два равен бодрствованию. Но происходит одно и то же. В первом едет автобус, и он знает, что это настоящий автобус. Абсолютно в этом уверен. То же чувство, что и в этом сне. Происходит то же самое. Но, возможно, тело разное. Этот сон кажется немного длиннее. Он повторяется. Кажется, что он повторяется. Если Нейтан собьет автобус, он скажет, «Мне больно, меня сбил автобус». Но кто тот, кто осознает боль? Сознание осознает боль. Тогда сознание не тело. Если Нейтана собьет автобус, у него не будет времени думать об этих вещах. Он будет кричать от боли. И это будет казаться очень-очень реальным. Поэтому вы должны стать реализованными до того, как вас собьет автобус. Но что-то есть, что осознает ту невероятную боль. Тело испытывает невероятную боль. Но есть сознание, которое осознает это. Я тело, которое испытывает невероятную боль? Или я сознание, которое осознает боль? Сознание никогда не осознает боль. Сознание осознает само себя, как абсолютную реальность. Сад-читананду. Боль осознает собственную боль. Потому что боль – это эго. Тогда боль – это тело-ум. Конечно. То есть сознание даже не чувствует это? Какое отношение сознание имеет к миру? Но оно же осознает состояние тела ума? Нет. Такого не может быть. Иначе бы оно думало так, как мы. Сознание свободно от всего. То есть оно всегда трансцендентно? Всегда. И весь этот феномен тело-ум – это только феномен тело-ум? Феномен тело-ум не существует вообще. Кажется, что существует. И вы наделяете его реальностью, потому что отождествляетесь с ним. Измените свою тождественность, и он исчезнет. Это не так, что сознание трансцендентно, а так, что оно – это все, что есть. Оно – все, что есть, верно. Тогда почему мудрец убежал бы от автобуса? Мудрец действует спонтанно. Правда. Но зачем убегать от автобуса? Мудрец не убегает и не остается. Нет никакой разницы, что происходит. Мудрец не думает об этом. Если он уходит за дороги автобуса, он уходит. Если его размазывает, то его размазывает. Никакой разницы. Имеет ли это значение – быть сбитым автобусом? Для мудреца не имеет. В конечном счете это не имеет значения. А в моменте? В моменте тоже не имеет значения. Что? Если вы мудрец, нет моментов, в которых вы отличаетесь от того, что вы есть на самом деле. Реальный мудрец и нет автобуса? Для мудреца ничего не происходит. Мудрец может не обнаруживать себя в опасной ситуации? Или он может избежать опасности? Мудрец так не думает. Для мудреца ничего не происходит. Опасности нет. Вы видите опасность только в своем уме. Но мудреца ума нет. Мудрец не идет по дороге? Почему же нет? Может идти, может не идти. Разницы нет. Смотрите, вы думаете, что мудрец имеет какие-то мысли. Но мудрец вообще не думает. Что бы ни происходило, все хорошо. Если идет дождь, значит идет дождь. Если идет ливень, значит идет ливень. Если идет снег, значит идет снег. Я не знаю об этом, но почему мудрец не мог бы быть человеком, который просто думает, сколько нужно, ни много и ни мало? Потому что вы создаете мудреца в своем воображении. У мудреца нет места для мысли? Кажется, что мудрец делает все как человек. Но с его точки зрения он ничего не делает. Ничего не делается. Кажется, что мудрец действует, но действий не происходит. То есть, кажется, это ключевое слово. Это может быть ключевым словом, да. Или ключевым словом может быть телесное отождествление. Да, или телесное отождествление. Роберт, если мудрец знает, что автобус убивает людей и что, возможно, автобус не свернет, он все равно продолжит идти? Нет, мудрец ничего не знает. Это вы сказали. Нет, я сказал, что он знает, что автобус убивает людей. Разве он может не знать это? Мудрец совершенно пустой. Ух ты, это совершенно иное. Давайте посмотрим на это таким образом. Давайте поменяем название мудрец на бог. Называйте мудреца богом. Может ли бог быть убит автобусом? Извините, вы переворачиваете мои слова. Я серьезно. Нет, давайте пообщаемся и поменяем термины. Мудрец и бог – это синонимы. Может ли бог быть убит? Может ли бог стать перед автобусом? То есть мудрец стал богом. Поэтому человеку кажется, что автобус появляется, чтобы расплющить мудреца. Мудрец превратился в блин, но для мудреца ничего не происходит. Да, если бы вы увидели, как приближается автобус, то отодвинулись бы инстинктивно с пути автобуса. Из чего вы исходите? Я не имею к этому никакого отношения. Я бы просто делал то, что должно быть сделано. Именно это я и говорю. Ваш инстинкт. Если бы вы гуляли и увидели пропасть, вы бы не шагнули в пропасть. Конечно же нет. Но это не инстинкт. Это просто здравый смысл. И я об этом говорю. Именно это я сказал вначале, что автобус приближался. В этот момент я не говорю про мудрецов. Я ни про кого не говорил. О, хорошо. Вы называете мудрецом каждого. Мы говорили про мудрецов. Я пытаюсь сказать, что это просто здравый смысл или инстинкт. Не идти под автобус. Для человека, конечно. У человека есть выбор делать то, что ему хочется. В этом смысле мудрец тоже человек? Для вас. Физически. Он же человек. Это вы так видите. Я снова вернусь к голубому небу. Когда небо голубое, вы говорите, что оно красивое. Но в действительности нет ни неба, ни голубого. И это оптическая иллюзия. Но когда вы смотрите отсюда, вы говорите, вот красивое голубое небо. Или когда вы в пустыне и хотите воды, вы видите мираж. Вы видите оазис. Он не существует. Но вы думаете, что он реальный. Точно так же мудрец видит иллюзию, а вы нет. Точно так же мудрец видит мир, как оптическую иллюзию. Но он знает, что это оптическая иллюзия, а вы нет. Это все равно, что быть в Диснейленде. Это один из аттракционов, в котором мы сейчас находимся. Если вы знаете, что это Диснейленд, то должны им наслаждаться. А если вас сбивает автобус, это просто еще одна поездка. Но не сильно волнуйтесь по этому поводу. Если это происходит, оно происходит. Это просто очередной шанс на успех. Можно так сказать, если вам нравится. Но для мудреца нет ни приходов, ни уходов. Ничего никогда не происходит. Я стремлюсь к этому. Если бы кто-то сказал мудрецу, что он может уничтожить свое физическое тело, и он увидел бы автобус, он бы сделал это. Зачем ему это делать? Он бы этого не делал из-за того, что кто-то ему сказал, что автобус может уничтожить его физическое тело. Зачем же ему желать убить свое физическое тело? Вы сказали, что он иллюзия. Я говорил, что кто-то сказал ему, что автобус иллюзия. Но если бы я сказал ему, что автобус может его уничтожить, тогда благодаря этому знанию он бы этого не сделал. Он бы не гулял перед автобусом. А вы говорите, что гулял бы. Нет, я не говорю, что он гулял бы. Я говорю, что не было бы никакой разницы. Нет никакой разницы. Даже если бы он знал, что произойдет, все равно не было бы разницы. Не было бы. Может быть, в этот момент будет полезным описание значения слова «мудрец». Определите, что значит «мудрец» для вас. Тогда может появиться общее понимание и будет ясность. Мудрец – это ясность. Вы видите, чем является мудрец? Пространство, пустота, ничто. Если вы определяете, что такое мудрец, это не про него. В четверг вы сказали, что нет причины и следствия. Мы понимаем, так сказать, через зеркало, что мы все больше осознаем картины в том, что касается человеческого здоровья, которое нас беспокоит. Неважно, думаем ли мы, что оно реально, или у нас другое понимание этого, это наша ценность. Для большинства людей лучше быть здоровым, чем больным. Мы смотрим, как люди, которых мы знаем, болеют и умирают. Я полагаю, что мы пытаемся найти, почему это происходит с людьми, которые кажутся хорошими и сильными. И есть мое собственное сильное желание найти, что произошло с людьми, которые мне близки. Мне казалось, что где-то глубоко внутри у них был или гневливый тип мышления, или безнадежность, или чувство, что не стоит жить. Это является причиной и следствием. Нужно ли так думать? Вы говорите в относительных терминах. Это часть относительного мира. Если вы отождествляетесь с относительным миром, то должны делать все, что вы должны делать. Заботиться о своем теле, здоровье и всем остальном. Но это в относительном мире. Но разве это не разумно для нас, Роберт? Конечно. Пока вы думаете, что вы тело и ум, вы должны делать все, что можете, чтобы заботиться о себе. Принимайте правильную еду. Делайте упражнения. Берегите себя. Но как только вы понимаете, кто вы, все меняется. Но это не так, что люди могут делать себя больными? Конечно. В относительном мире вы можете делать что угодно. Вы можете сделать себя больным. Вы можете сделать себя здоровым. Вы можете убить себя. вы можете сделать себя самым здоровым человеком на земле вы делаете все что вам нравится чтобы это осознать не нужна самая лучшая медицинская страховка в мире все это часть игры все это причина и эффект но вы не имеете к этому никакого отношения ваше истинное я выше этого ваше истинное я вне времени и пространства но даже понимание этого повлияет на как мы это называем относительный мир относительный план сначала поймите это а потом спросите так ли это если другой путь когда вы понимаете свою истинную реальность таких вопросов не возникает вопросы существуют только для ажняни или человека который не понимает есть два слова которые я не понимаю джняни и аджняни есть два джняни нет а джняни это противоположность джняни джняни означает мудрость безграничная мудрость а джняни это неведение теперь понимаю давайте еще послушаем музыку играет музыка пожалуйста если желаете задавайте вопросы все что вам приходит на ум роберт может кто-нибудь прочитать стих который я сегодня увидел в газете это короткий стих конечно сэр мэри может это прочитать вы не против мои спасибо сегодняшней газете да сегодняшней газете что вообще можно найти в сегодняшних газетах мэри а называется петиция о замораживании ядерных вооружений автор мэри тави монтайн в короткой встрече моментов в короткой встрече моментов свет дразнит время как каблук танцора перед финальным пирюетом через галактики мы ищем далекие планеты знакомый знак мы трогаем звезды и серебряными копьями в поисках нового моста земли но звезды в дымке молчат невидимые наблюдатели резозреющие злобный танец наций великая смертельная видеоигра кто знает завтра может настать последняя удивительная вспышка превращающая все в пыль у нас не будет времени пойти по пути от ахула пула императора инков он не оставит таких учеников чтобы засвидетельствовать наше скоротечное присутствие лишь перья наших горячих я взывают к пеплу развеянному в непорочных ветра исследовательский центр американских индейцев спасибо нам хватает проблем с отчета нандой а теперь мы еще должны знать как хула хупить это было приятно фредерик боб я принес этот стих потому что я читал книгу по астрономии о высокой температуре звезд это нечто что мы даже не можем вообразить это такая мощь это поразило меня я подумал о силах во вселенной о том кто мы есть на самом деле да как можно понять что-нибудь вокруг нас это звучит так будто вы на самом деле у нас для этого нет никаких шансов конечно когда вы поймете что вся вселенная исходит из нашего собственного ума тогда осознайте что силы это вы нет силы вне вас вы есть то и все ваше видение меняется поэтому так важно найти собственную реальность поскольку мы всегда полагаемся на что-то вне нас самих будто бы есть могущественная сила и что-то имеет власть над нами но это неправда истинное я сознание которым мы являемся и нет другой силы кроме нас мэри я могу кое-что прочитать конечно мэри конечно называется иллюзия бог и я одни в пространстве и больше нет никого я спросил а где же люди у господь земля под нами и небо над головой и мертвец которого я однажды знал это был сон сказал бог улыбнувшись это сон который казался правдой не было людей не живущих не мертвых не было земли небо над головой были лишь я и ты почему я не чувствую страха спросил я встретил тебя здесь ведь я столько грешил я знаю что есть серая и это мой судный день нет это все были сны сказал великий господь сны которые прекратились нет страха нет грехов нет и никогда не было тебя нет ничего вообще кроме тебя громкие похвалы от учеников мэри я просто дала посмотреть это роберту называется иллюзия автор элла виллер вилкокс разве это не прекрасно мне это прислали могу ли я прочитать еще кое-что конечно это на тему себя тоже прекрасно называется правило быть человеком вы сделали копии в достаточном количестве для всех да я сделала двадцать пять копий первое ты получишь тело она может тебе нравится или ты будешь его ненавидеть но в этот раз она будет твоим на весь период номер два ты будешь проходить уроки ты записался на полный курс в неофициальную школу под названием жизнь 3 ошибок нет есть только уроки рост это экспериментальный процесс проб и ошибок неудачные эксперименты точно такая же часть процесса как и эксперименты которые в конце концов работает 4 урок повторяется пока не пройден урок будет представлен перед тобой в разных формах пока ты не выучишь его и когда ты его выучишь то сможешь перейти к следующему 5 обучающие уроки не заканчивается нет части в жизни который бы не содержала свои уроки если ты живой есть уроки чтобы пройти 6 нигде не лучше чем здесь ты просто достигаешь очередного там которые только кажется лучше чем здесь 7 другие всего лишь твои зеркала ты не можешь что-то любить или ненавидеть в другом человеке если это не твое отражение что-то что ты любишь и ненавидишь в себе 8 от тебя зависит что ты делаешь со своей жизнью у тебя есть все инструменты и источники которые тебе нужны что ты сделаешь с ними твое дело выбор за тобой 9 все ответы лежат внутри тебя ответы на жизненные вопросы лежат внутри тебя все что тебе нужно это смотреть слушать и доверять и номер десять ты забудешь все это похвалы от учеников и это хорошо этот жняни который прошел все уроки и у него нет уроков никогда не было никаких уроков и это так роберт это адресована яга яга да эти правила для яга то есть они для яга если у вас нет инга зачем вам это нужно людям нравится играть с это нам нравится играть в прятки мы прячем малька а потом находим и так продолжаем снова и снова пока яга не исчезнет вы хотите что-то сказать комментарии вопросы у меня есть два комментария первый я заметила что некоторые хотят что-то сказать а большинство очевидно ничего не говорит и это нормально другое после этих разговоров про случай с автобусом кажется что джняни находится в мире отличном от мира всех остальных это как женщины она или беременна или нет вы или здесь или нет и не вы ни ага ничего не можете поделать вы ничего не можете поделать с тем что происходит это наводит на меня грусть думаю потому что я пребываю в иллюзии что однажды все поменяется позвольте мне сказать следующее все кто достиг каких-либо духовных знаний родились они со знаниями или пришли к ним работали над этим в прошлых жизнях поэтому не чувствуйте что надежды нет продолжайте работать над собой не стремитесь к результатам точно так же как каждый день вам нужно ходить в туалет вы должны есть нужно каждый день выполнять духовную практику и не думать об этом вы будете удивлены тем что произойдет роберт разве то о чем говорит нейт не называется еще словом смирение можно и так сказать конечно и это лучшие качества которые у нас может быть да но не думайте что достичь освобождения невозможно это не так вы пребываете в иллюзии что достичь свободы невозможно для вас это трудно откуда вам знать не думайте об этом выполняйте практику и смотрите что происходит все одинаковые разницы нет пауза в аудиозаписи роберт продолжает потому что когда вы становитесь самореализованными то становитесь вездесущими ваше истинное я это я вселенной нет двух я или трех я есть одно истинное я и когда вы осознаете свое истинное я то осознаете всю вселенную как себя ваше истинное я это гармония и блаженство ваше истинное я это абсолютная реальность когда вы сможете увидеть это в себе то будете видеть это во всех остальных и вы будете видеть другой мир мир любви и покоя поэтому обнаружьте свое истинное я и соответственно поменяются ваши чувства вы понимаете да вы в ответе за то что видите если вы видите что то что вам не нравится не нужно менять обстоятельства чтобы изменить это например мы прекращаем войну в ираке и происходит мирное соглашение но через три года конфликт появится где-то еще и обстоятельства будут те же если мы прекратим и его то через пару лет конфликт будет еще где-то это никогда не заканчивается вы не можете изменить обстоятельства измените себя и обстоятельства изменятся хорошо ли это любить обстоятельства кто-то сказал что ненависть гитлера это ненависть я понимаю о чем вы другими словами если мы можем по-настоящему любить гитлера то есть понимание если вы не можете найти себя и понять истину о себе тогда вам придется любить и ненавидеть это естественно не нужно кому-то говорить что они должны или ненавидеть гитлера или любить его они не смогут это сделать не пытайтесь а что если человек действительно может любить нет вы не можете любить вы просто притворяетесь единственное что вы можете это поменять себя но без этого будет сложно скажите это когда поменяете себя когда вы подниметесь выше то увидите совершенно новую вселенную все станет совершенно новым и другим поэтому вы должны работать над собой и соответственно меняться внутри это как вопрос который задал святой петр не пытайтесь никого любить или ненавидеть работайте над собой выйдите за пределы мира и тогда посмотрите что вы будете чувствовать то есть вы говорите о том что мое видение изменится за счет работы над собой до до весь вопрос видение до когда вы говорите мир вы также имеете ввиду вселенную и все звезды и да потому что все является проекцией вашего ума меняя ум вы меняете вселенную я знаю что это звучит странно но это правда тогда с помощью нашего ума мы могли бы провести разоружение мы смотрим на это иначе работайте над собой и гитлер станет частью вас у вас будет совершенно новый взгляд вы увидите то что не можете видеть сейчас это окажет влияние на других людей я чувствую что действительно могу любить гитлера по той причине что знаю что в моем бывшем состоянии я испытывал огромную ненависть на самом деле у меня были мысли об убийстве моей матери и о том что не сделал этого или чего-то такого но были времена когда это могло случиться почему как я понимаю свое состояние тогда я был очень робкий и она обижала меня но теперь я люблю и обожаю ее и хотел бы повидать ее снова я полностью понимаю что обстоятельства заставили ее вести себя таким образом я думаю что мое чувство страха и ненависти было чем-то вроде чувство которое имел гитлер но гитлер мертв я имею ввиду к человеку такого рода это очень похвально но что если человек изнасиловал вас или причинил вред вы бы не думали то же самое правда моя мать причиняла мне вред я так делал вы так чувствуете сейчас да но раньше этого не было но сейчас у меня есть понимание поэтому я могу об этом сказать ваша мать умерла да поэтому вы ее любите но если бы она была жива любили бы вы ее возможно вы бы не любили ее если бы она была жива легче любить кого-то когда он мертв да но забудьте об этом видите себя в реальности погрузитесь внутри себя и расширьте свое сознание станьте свободным а разве это не так же как написано на той открытке про сострадание которого нам подарили разве это не о том чтобы работать над собой с тем чтобы осознать это работать над собой это похвально но это тяжелый способ пытаться изменить свои эмоции лучше смотрите у кого есть эмоции обнаружьте у кого не возникает избавьтесь от я у которого есть эмоции и тогда вы будете свободны хорошо давайте попрактикуем мы называем это медитацией мы будем делать кое-что и посмотрим что произойдет сядьте удобно вы можете закрыть глаза чтобы вам ничто не мешал сфокусируйте свое внимание на дыхании станьте свидетелем своего дыхания когда ваш ум начинает думать мягко возвращайтесь к своему дыханию сфокусируйте всю вашу энергию на вашем дыхании вы свидетельствуйте свое дыхание задайте вопрос кто свидетель кто свидетельствует дыхание приходит ответ я вместе с дыханием на вдохе скажите я затем на выдохе скажите есть я есть если ваш ум блуждает мягко возвратите его назад я есть это первое имя бога это вы я есть то я есть это сознание это вы сами повторяя это вместе с дыханием вы становитесь этим мягко возвращайтесь к я есть постепенно промежуток между я и есть будет расширяться есть еще комментарии вопросы критика ответы конец аудиозаписи и это еще не все задавайте вопросы наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии также проверьте не забыли ли подписаться и поставить колокольчик чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах которые выходят у нас каждый день присоединяйтесь дискуссиям не забывайте про лайки по возможности вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развития канала материально все ссылки как всегда будут в описании и первом комментарии всем добра любви и мудрости а сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех которые увидите перед собой на экране м м м ну м Субтитры сделал DimaTorzok